итак на ремонте вот такой кассетный унитаз кассетный туалет в чем проблема проблема не не льется вода здесь есть специальный слив который по кругу сливает и вот в этом месте они бывают механические тут такая гармошка и льет механической здесь электрический вот когда нажимаешь здесь включается контакт его слышно клац-клац и в общем то даже слышно что он срабатывает сейчас может быть посмотрите на освещение он немножко так чик-чик видимо контакт все-таки идет на насос и немножко присаживается свет значит контакт до электричества до насоса все таки доходит но почему-то не крутится ну то есть не подает воду не слышно как он работает и и получается что нужно дойти до самого насоса как дойти вынимаем туалетную бумагу кассету с туалетной бумагой вот здесь под вот эта вот штука снимается каким образом вручную просто вот поддеваете вытягиваете так и она с одной стороны вытащилась вытаскивается это дальше вынимаем вот эту чашу значит просто она тут защелкивается тянем рукой тянем вверх вот такими защелками зацепляется и все все вот вытащили тут в таком может быть состояние не очень света мало но буду стараться показывать значит там находится насос вот вот это весь насос с длинным кабелем кабель позволяет его потянуть дальше и вот у него соединение такое просто одна клей загерметизировали такой термоклей так значит он действительно у меня не крутится значит я тут уже пытался вскрывать заклинил раз заклинил то неизвестно в каком он состоянии то ли он сгорел то ли он просто приклинил вот это я тут немножко раз ковырял чтобы плоскоупцами схватить завал и пытаться раз расшевелить вал не крутится не получилось он заклеенный сейчас я возьму болгарочкой придется мне отрезать откушу там просто на сиденье прямо откушу и вот тут тут болгарочкой потихонечку срежу вот этот край чтобы потом освободить верхнюю вот эту крышку снять и добраться до середины до крыльчатки и вала крыльчатки смогу ли я ее потом снаружи раз шевелить смогу возможно он не сгорел не смогу придется новый значит новый стоит где-то 10 долларов 10 не 10 15 где-то около 15 долларов отечественный и около 40 долларов вот такой оригинальный поэтому тут уже смотрите загуглите просто насос для воды 12 вольт и там не такие самые ну похожи по виду плюс минус на такой тоже нижний забор тоже сверху выход тоже сверху кабель торчит но как-то его можно туда приделать и будет себе работать у этого подъем на 12 литров в минуту он качает а это значит где-то 680 литров в час 700 литров в час а подъем около 6 метров но те которые отечественные продаются есть 3 метра подъема есть 5 метров подъема около 5 подойдет здесь без разницы просто лишь бы смывал все пытаюсь вскрыть и посмотрю возможно ли его отремонтировать пытался я вот тут специально расковырял здесь круглое было отверстие я немножко расковырял чтобы можно было маленькими такими плосколупчиками схватить за вал и вал расшевелить не расшевеливается поэтому придется снимать и будем смотреть можно ли дальше что-то с ним сделать или меняем ну собственно а проблема какая меняем ставим другой и все и все и все работает но я сначала попытаюсь этот отреставрировать покажу чем все закончилось отремонтировал я этот насос он действительно был заклинит сейчас уже работает покажу нажимаю вот на кнопку все нормально значит пришлось сточить покажу как болгарочкой так подтесал подточил я ну там видно что есть такое в некоторых во всяком случае местах на толщине где-то миллиметра четыре начинается такая переход и вот я ножом строительным придавил и она так отделил мне крышку это снимаю стягивается плоскоупцами взял стянул крыльчатку и начал там стукать в основном помогло начал стукать по вагу туда и крутить и расшевелил раскрутил и потом теперь и все я назад приклеиваю но думаю что я скорее всего сюда поставлю у меня два таких насоса значит здесь стоит один и на подачу воды с подачи воды я поставлю сюда а этот приклею и буду снаружи ставить в случае чего если уйдет из строя быстрее его поменят а здесь я сейчас пропаяю не забудьте уже забыл не это я для проба не забудьте там же есть крепеж его надеть надо вот крепеж нужно надеть и клеющим пистолетом взял клеющий пистолет клеющим пистолетом оплавлю контакты чтобы было герметично и опущу туда 12 вольт не опасное напряжение поэтому никаких там замыканий особенно не будет и все вот отремонтированная туалет повторяйте разбирается легко обслуживается легко причина у стороне причина была ясна заклинил по какой-то уже причине долго стоял например насос и уже будет такой насос можно купить но я поставлю родной и будет работать сюда я поставил светодиодные лампочки вместо 12 вольтовых обыкновенных и уже на аккумулятор нагрузка это другая история работает он просто вот эту штуку нужно когда поворачиваете открывается закрывается и перед использованием нужно нажать и он так по кругу смажет жидкостью весь унитаз потом сделали свое дело открыли смыли сделали свое дело и потом еще раз смыли для того чтобы все промылось ну и сам бак туда вниз тоже заливается специальная жидкость которая разлагает и не дает вонять всему тому что попало а потом закрыл закрыли и все никакой запах не заходит ну вот такая история с туалетом для кемпера это кемпер хобби но они в общем-то одинаковы кроме ситуации вот я же говорю бывает вот там бывает механическая ручка а бывает электрическая не знаю если такое на кемперов но в кассетных бывает там такая гармошка накачиваешь и он механически сливает вот здесь уровень не могу сказать он работает или нет еще не заливал повторяйте это не сложно увидимся на канале на канале огромное количество разных интересных видео смотрите увидимся ну что же вот вот такое соединение у меня получилось тут все просто пропаял причем у меня сейчас подключено к питанию автомобиля поэтому когда паяете здесь провода желательно выключать паяльник из розетки чтобы вдруг не нарушить питание самого автомобиля пропаял в термоусадку каждую каждый проводок потом обмотал клеем и сверху посадил термоусадка бывает внутри с намазанным клеем но я вот обмотал можно с пистолета термо клеем намазать и потом термоусадку надеть аккуратненько размазать термоусадку надеть и термоусадку обогреть чтобы распределился весь клей у меня есть вот в таких пластинах в таких лентах это специальные наборы для вот такого герметичного соединения кабеля в воде например для скважинных насосов я занимаюсь скважинными поэтому у меня такое есть но у вас нет поэтому намазать клеем термоусадкой предварительно конечно термоусадку нужно было накинуть на провода надеваете термоусадку и феном обдули смотрите очень аккуратно получилось теперь вот там аккуратно нужно где-то повыше закрепить чтобы желательно это если оно не будет в жидкости то вообще супер если будет то ничего страшного до этого оно было в жидкости ничего и работало все работает все нормально повторяйте увидимся на канале всего доброго до встречи 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 до встречи